Когда я звонил маме накануне отъезда, ей больше 90 лет, она меня спросила, не выступай, чего не говори, почему я спросил, на что мама мне сказала, я тебя убью, почему мама, потому что все время споришь с правительством, ты все время недоволен чем-то. Я говорю, что я не спорю, я возлагаю свою точку зрения. И сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали, судьба Олега Сенцова, и президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но, 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 я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, введя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек, я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская мастерская. У нас Велико Баладовича ректор находится здесь, в этом зале. И я, он несколько лет был со студентами, с нашими. Это ребята с Зеленого Кавказа. И я очень хорошо знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко. Обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно. Я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам депутатам. Потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать, вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что происходило... Если вы видели, что происходило воскресенье, то вы увидели, как много было вот этих жертв. Когда за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Эти людей надо понимать. Они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили. А где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились. Ну, конечно, наша главная с вами задача, все же, не обсуждение политических контекстов. А мы с вами должны делать все, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило. Потому что все, что связано с подменой просвещения, образования, какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское и политическое пространство религиозных институций страны, идет к развалу страны. Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь. И только здесь. Если здесь начнут люди выяснять какие-то такие отношения, то все остальное перестанет вообще иметь какой-либо смысл. И последнее. Я отношусь к числу тех режиссеров и фильмы, которые многие не любят. Ну, в общем, не очень показывают. Или совсем не показывают. Это тяжело. Это обидно сознавать. И некоторые последние все фильмы я уже вынужден делать за пределами Отечества своего. Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которое гласит, что Министерство культуры солидаризируется с решением не показывать, например, русских кофчек в Российской Федерации. Мне уже зазвонили какие-то люди. Я не буду называть фамилии, вы все прекрасно все понимаете. Мне уже звонили, что, может быть, какие-то другие фильмы мои попадут под этот же клеймо. Но я знаю, что я в Чечне, они не разрешены, их показывают. Но Чечне особый сектор, не очень имеющий отношения к нашей стране. Все, кто сегодня занимается молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, все, кто связан с образованием, мы все должны с вами стоять прочно и в одном ряду. Мы должны бороться за силу просвещения. Мы должны бороться за силу просвещения. Только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok